Как использовать свой мозг не на 10%, а на все 100%? Это возможно сейчас? Вопрос, почему? Я не понял вопрос, возможно сейчас почему? Или нельзя почему? А нельзя почему? Тогда отвечу. Дело в том, что для того, чтобы использовать мозг на все 100% или 1000%, тоже возможно, только это особый разговор и больше можно. Для этого нужно развить себя, чтобы вот этот мозг был задействован на все 100%. Пока вы себе не развили себя, это как в мультике, помните, Вовка в Третьевом Царстве, помните, да? Когда двое злорца одинаково с лица, помните, да? Хочу мороженого, а чтобы пальцы с огненами будете, помните, да? Пироженого. Ага, ага. А что вы из меня и есть будете? Ага. Вот так, чтобы не было, понимаете? Поэтому только когда человек сам развивается, сосед если будет делать, то хорошо, но сосед развивается. А конкретное дело, даже вы поняли что-то, вот если вы осознали, у вас проникло понимание, вот знаете, вы, наверное, ощущали, когда вот аж по телу, аж как бы, как гусина кожи возникает, что проникновение такое вот, как истина идет, да? Вот это происходит, когда человек что-то открывает для себя новое понимание, когда то, что у него уже на уровне генической памяти уже было, давно лежит, но она спала долго, и никто его не пропуждал. Вот когда пропуждается, открывается, вот это возникает ощущение такого вот, необычного ощущения. Вот каждый человек, когда если он будет делать что-то и открывает для себя то там, то там, то там, по крайней мере, сначала нужно иметь понимание. Вот понимание дает возможность действовать правильно. И действовать правильно, человек начинает действовать, и во время действия он меняет себя, меняет свой мозг и, естественно, развивается. По проценту сейчас загрузить надо уметь. Конечно. Уметь отобрать правильную информацию, информацию, которая не просто, так сказать, засорит мозг, забьет и так далее. Но опять-таки это тоже обучение. Когда оно будет? А вот когда вы даже читаете информацию и начинаете понимать, где ахинея, где действительно есть истина, зерна истины, это тоже обучение. Как долго оно будет? У каждого свое. Ну как скоро мы станем таким, примерно, как вы? Это зависит от вас, не от меня. Если я буду за вас кушать, вот как в сказке. Но вы же за трибуны, это не я. А пожалуйста, давайте, и вы будете. Нет, я к чему говорю, потому что, может быть, обучение начать людей, помогать людям? Вы знаете, для того, чтобы обучение, человеку действительно очень много нужно дополнительной информации. Почему, думаете, книги начал писать? Потому что без тех книг, которые я уже написал, ну я говорю о своем понимании, естественно, не чужом понимании, человеку вообще невозможно ничему обучить. Потому что у него должен быть хотя бы правильный фундамент. Потому что если начинаешь обучать, а у него ничего нет, то что можно научить, если у человека ничего нет? Значит, ему нужно изменять, нужно изменить вот это, 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 это. Чтобы на это не тратить время каждый раз, это же не просто так, я же имел, наблюдал с 91-го года, когда вот начал первые семинары читать, а потом продолжал в Америке это делать, когда находился там. Я увидел, что без того, чтобы люди уже заранее были подготовлены, беспорядное что делать? Потому что они остаются на том же уровне понимания представления, который у них был к моменту того, как они начинают. И что толку? Внушаешь, объясняешь, разжевываешь. Пожалуйста, вот так надо делать. Нет, делать так, как хотят. Ну, к примеру, я всегда говорил, допустим, лечение – это первый этап, который позволяет человеку познать себя и развить многое, что и освоить многие вещи. Потому что все, что делает человек при лечении, то же самое делается, только в других масштабах, по другим схемам, но с принципу то же самое на других уровнях. Но в других уровнях человек не может сразу вот раз и пошел там пум-пум и типа воевать в космосе, как они сразу хотят, да, условно, скажем так. Потому что там никто отсаскаться не будет. Если кто-то так вот вылезет и вот так прихлопнут, вот так, и уже не будет. И таких случаев немало. Но самое забавное, объясняю, что вот делать надо вот так. Никто не хочет, все сразу хотят туда. Всех раз хотят великие дела творить. Все сразу быть суперменами, героями быть. Понимаете? Да не против. Просто когда говоришь, и даже по тому же лечению, я приводил простой пример. Я говорю, вот, начинать проще всего с того, что легко всегда можно проверить, чтобы не ждать несколько лет, пока будет результат. Когда через неделю можно получить ответ на результат. Вот, и приводил такой пример. Вот человек, допустим, найдите людей, которые имеют язвенную болезнь. Везде таких полно. Правильно же? И для начала попытайтесь определить, где у человека есть язва. Я объясняю, как нужно это делать. Все разжевываю. Говорю, вот вы начали работать, теперь вот поняли, что... Ага, вы определили, человек спросили, он подтвердил, что да, действительно, в этом месте есть язва. Значит, вы поняли, что вы правильно определили проблему. А теперь вы должны придумать, как эта язва избавится. Нужно определить, чем это связана причина язвы. Есть несколько причин. Одна очень сложная, решили, это займет долгое время, но в большинстве случаев она очень простая. Когда при возбуждении блуждающего нерва, в силу стресса и так далее, приводит, что выделяется избыточный желудочный сок, когда в желудке пусто, то он начинает разъедать слизистую желудку, и появляется язва. Так я говорю, значит, нужно это понимать. Сначала нужно нейтрализовать язву, потом забалансировать блуждающий нерва, чтобы он реагировал на ситуацию адекватно, и чтобы выделял тогда, когда нужно, а не когда ему заблагословлено, условно, скажем так. Неделя, 10 дней, и язва исчезает. Делается тест, и видно. Есть язва. Вот человек пришел, провел что-то такое, раз, он считает, что все в порядке. Идет человек через 10 дней, делает тест язва на месте. Значит, что? Человек делает неправильно. Правильно же? Значит, он должен, ага, в чем он делает? Определ правильно, а результата нет. А теперь? А как стратегию? Правильно ли справилась стратегия? Тактику? Что я делал? Как я делал? Что-то ошибку допустило. Значит, нужно не так делать. Нужно идти искать до тех пор, пока не... Хотя для своих студентов я все объяснял, как действительно нужно делать. Вы хоть думаете, хоть один за эти десятки лет, хоть один из язвы начал? Как вы думаете? Не один. Все сразу хотят великие дела творить. Не понимаю, что великие дела складываются из миллионов маленьких дел. Вот когда миллионы маленьких дел сделаны, тогда и великие дела получаются. Но не хочет, никто не хочет заниматься маленькими делами. Все сразу хотят великие дела. Выходит, садится на белого коня, да еще меч поднимает, это образ красивый, да? Меч. Но, извините, мечом махали наши предки на полях битвы, а в тех других уровнях меч не работает. Там другие принципы работают. А вот проецируя свои представления, человек блокирует свое развитие. Так вот, человеку сначала нужно расширить свой кругозор, чтобы он видел, не вот сели, да сели, хотя бы в сто раз больше. Тогда он уже может начинаться двигаться. А без этого это бесполезно. Так, еще немножко есть времени? Следующий. Субтитры создавал DimaTorzok